Присоединяется к нам экс-министр иностранных дел Литвы и бывший министр обороны Литовской Республики Лина Слинкевичусь. Лина, здравствуйте. 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 Итак, польские перевозчики блокируют гуманитарную помощь для Украины. Гуманитарная помощь для Украины и цистерны с топливом стоят в очереди на польско-украинской границе, несмотря на заявления польских перевозчиков, что эти грузы идут вне очереди. В целом блокировка наносит ущерб как Украине, так и Польше, и Европейскому Союзу. Это слова генерального консула Украины в Люблине Олега Куця. Скажите, Лина, сможет ли Евросоюз повлиять на ситуацию? Ведь власти Польши сами пока как-то не нашли решение. Ну, вообще-то есть рычаги. Евросоюз не только может, но и обязан реагировать. Тем более, что вопросы внешней торговли – это компетенция Еврокомиссии. Кстати, надо напомнить, конечно же, существуют разные проблемы, связанные с конкуренцией и так далее, но все-таки действуют договора, в том числе договор о либерализации торговли с Украиной, который сейчас продлен до июня, по-моему, следующего года. Так что, если есть нарушения, то может Еврокомиссия инициировать как раз этот процесс нарушения, которые могут быть какие-то и последствия. Но я думаю, что все усилия будут приложены к тому, чтобы найти взаимновыгодный какой-то результат с обоим сторонам, чтобы избежать какого-то дополнительного раскола. Но, конечно же, все замечания и такие уже критика со стороны Еврокомиссии уже поступила по адресу Польши. И все же, как вы считаете, Польша отреагирует на эти заявления и обращения Европейской комиссии. Как долго это может продолжаться? Ну, надо иметь в виду в том, что есть такое переходное сейчас правительство. Вы знаете, там были выборы. Сейчас будет присяга сегодня, по-моему, нового правительства, который не будет поддержан в парламенте, уже всем это известно. Уже наступающее правительство, наверное, приступит к должности, к обязанностям где-то в середине декабря. Так что это тоже такой процесс немножко между властью. Так что тут тоже может иметь влияние и этот фактор. Так что, как обычно, все быстро не делается. Но, отвечая на ваш вопрос, еще раз повторю, что Евросоюз не только может, но и обязан реагировать, если есть нарушение регламента. И еще о ситуации на границах. Но теперь на границах с Российской Федерацией. Эстония вслед за Финляндией готовится закрыть границу с Россией. На Нарвском мосту установили так называемые зубы драконов. Полиции не исключили, что КПП в Нарве может быть закрыт в ближайшее время уже. В прошедшую пятницу граница между Финляндией и Россией оказалась закрыта почти полностью. Для сообщения между странами, напомню, был оставлен самый северный и наиболее труднодоступный пограничный пункт Рая-Иосеппи. И находящийся более чем в 200 километрах от Мурманска. Между тем, на уже закрытом КПП САЛО скопилось несколько сотен мигрантов, желающих пересечь границу. Финляндия утверждает, что российские власти контролируют этот поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно. Тем временем Норвегия заявила, что пока не фиксировала нарушения на границе с Российской Федерацией, но может принять необходимые меры для обеспечения безопасности из-за притока мигрантов. Линос, как считаете, будет ли страна-агрессор качать мигрантскую тему и далее? И какие ваши прогнозы по движениям на границах? Не хотелось бы тут как-то повлиять на все это, но, я думаю, к сожалению, конечно же будет. Тем более, что россияне, их союзники очень творчески подходят к гибридным этим угрозам. Мы знаем, что как раз все помнят эти белые эшелоны, которые направлялись не по гуманитарной помощи, а поддержке фронту или там «зелезные человечки». А мигранты – это тоже оружие, скажем, это почувствовали пару лет тому назад. Это применялось режимом Белоруссии. И мы знаем очень хорошо, что этих мигрантов они заманивали в Беларусь, даже оплачивали проживание, потом транспортировали к границе, подсказывали, в каких точках лучше эту границу переходить. И это была система, как бы организованная такая миграционная атака, которая с миграцией ничего общего и не имеет, но это была созданная такая, как бы уже гибридная такая атака, используя вот этих людей, которые тоже были как бы жертвами этого процесса. Тоже надо понимать, что они искали лучшие жизни, скажем, не только бежали от войны, но хотели найти лучшие способы проживания. Их обвинять в этом, наверное, не стоит. Но то, что их использовали в качестве такого рычага давления, скажем, или шантажа, это факт. Так что мы через это проходили, как я еще повторюсь, пару лет тому назад. Сейчас это применяется России. И так что и эти способы, и другие варианты гибридных атак, конечно же, они будут использоваться, поскольку они являются в арсенале, как раз Министерство обороны вообще в общем плане. Вы знаете, Линас, у нас был совсем недавно сюжет о том, что происходит сейчас на границе с Россией и Финляндией. И в частности говорилось о том, что мигранты следуют к границам Финляндии на велосипедах. Несмотря на страшную погоду, на минус 15, все эти люди имели российские визы. И вы знаете, как-то не укладывалось это в российскую пропаганду и в заявление Путина, который говорит, что Россия страна, которая расцветает, в России все хорошо и прочее. Но вот эти мигранты стремятся все же, как говорит тот же Путин и люди в Кремле, в сторону загнивающего Запада. Как вы считаете, какое есть этому объяснение? Почему же эти мигранты не остаются, собственно, в России и Беларуси, где так все хорошо? Никто не будет утруждаться, чтобы объяснять, поскольку это, смотря с кем разговариваем и о чем, для внутреннего пользования все останется, как и вы сказали. Россия процветает, все завидуют и так далее. А тут даже пограничники же транспортируют этих людей к границе. Там тоже, наверное, в этих сюжетах это видно или не видно, наверное, известно. Тут цель создать как раз вот кризис на границе, создать эти проблемы. И они просто используются. Так что тут удивляться нечему. И если есть какие-то противоречия, то их это не волнует, по сути дела, поскольку во внутреннем пользовании все это как-то выглядит в значительно положительном цвете. А что касается атак против, скажем, оппонентов, так они, конечно же, это будут в будущем тоже использовать. Я еще раз повторюсь, мы это чувствовали очень сильно пару лет тому назад. Потом это все успокоились. Они не ожидали, что мы не будем их принимать в любом месте границы. Как обязывает, кстати, если так смотреть по букве, по букве, если смотреть законы Евросоюза, то там очень либерально все это сказано. Но это говорилось о миграции как о натуральном процессе. Миграция – это права человека. Тут в этом нет никакого преступления. Но они должны все-таки проходить. Это миграция по каким-то правилам. А когда они используют наши же правила в борьбе с нами, это касается не только миграции, это касается Интерпола, это касается медиа и условий действия в пространстве Евросоюза, пользуясь нашими законами, работая против нас, что не имеет ничего общего с прессой, с медиа, а имеет дело с пропагандой. Тут много таких примеров, когда они очень творчески подходят, и наши же законы используют в борьбе с нами же. И это делают довольно эффективно. Надо отдать этому должное. Линас, хорошо. Если сделать вывод сейчас, то что бы вы сказали? Вот эта изоляция и закрытие границ Российской Федерации – это необходимая сейчас мера? Как временная мера может тоже задействовать, поскольку если это злоупотребление происходит, и мы видим наяву, как это делается, то, конечно, это должно сработать. Как и у нас это было, кстати. Но смотреть на полное закрытие, надо смотреть на экономические интересы и так далее. Перспективы, да? По ситуации тут нельзя так уже однозначно подходить. Надо смотреть на какие-то условия. Я думаю, эти условия и будут как раз иметься в виду, когда будут приниматься эти решения. Кстати, у нас тоже были такие призывы посмотреть на возможность закрытия границ, но пока этого нет. В том числе и с Белоруссией, кстати. Так что, если в будущем будет необходимость, эти вопросы тоже будут рассматриваться. И теперь о поддержке Украины давайте поговорим. Президент Латвии Эдгар Саренкевич вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шамониты шесть часов провели в укрытии в Киеве во время недавней рекордной российской атаки дронами. И Ренкевич заявил следующее, что Украине необходимо предоставить больше систем противовоздушной обороны и оружия. Далее цитата. «Мы должны сделать все возможное, чтобы дать Украине больше боеприпасов, систем противовоздушной обороны и больше военной техники для того, чтобы помочь не только на поле боя, но и для возможности защиты гражданских». Подчеркнул Ренкевич. Скажите, на какую помощь может сегодня рассчитывать Украина? Ну, я скажу, тут, наверное, для Эдгара Ренкевича не надо было побывать в бежище шесть часов, чтобы сделать это заявление. Он и так это знал и об этом говорил все время. Он давний мой друг, я его очень хорошо знаю. Но так уж случилось, что они почувствовали еще раз, как и мы все. Я тоже, побывая в Киеве, это все помню. Так что тут в этом проблем нет. Проблема в том, чтобы доставить все эти средства ПВО в достаточном количестве. Не только противовоздушную оборону, но в том числе и нападающие, скажем, оружие, дальнобольную артиллерию, что мы отлично понимаем в недостаточном количестве и качестве имеет место. Вот в этом есть проблема. Так что надо обратиться к тем странам, которые имеют этот потенциал. Если бы в Литве были бы Атакамсы или Таурус или что-то подобное, они давно были бы уже в Украине. Конечно, Литве огромное спасибо. В ноябре только были переданы две установки НАСАМС, которые уже стали на вооружение. Ну вы понимаете, я понимаю, все понимают, что Литва тут в качестве, количественным образом тут не сделает, особенного впечатления не будет. Но нет и такой цели. Но мы это делаем постоянно и последовательно. И, кстати, еще до активных военных действий мы это делали. Мы, наверное, были одни с первыми, которые предоставляют это летальное оружие. Поскольку мы говорили и убеждали своих коллег в Евросоюзе и в НАТО, что Украина не только имеет право, но и имеет обязанность защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут нет ничего такого антизаконного, что не получает более мощное оружие. Об этом мы говорили уже давно. Но, как мы видим, это все очень медленно происходит. И в том числе, что и вы говорили, не только средства ПВО, но и более эффективное оружие необходимо предоставить. И давно это же надо было сделать, поскольку все это... Мы видим, как бы вот эта война на истощение, как мы все понимаем. Истощение имеет место и в России, конечно же. Но Украина, вот цена этих жертв, они, конечно же, нельзя этого оправдывать. Это время как раз действует как раз в сторону вот этого драматизма, этой трагедии. И те, которые медлят с принятием этих решений, они должны взять всю ответственность, не только политическую, но и моральную в каком-то плане. Я еще раз подчеркну о том, как Литва помогает сейчас Украине. Всего Литва предоставила Украине уже с начала широкомасштабного вторжения России в Украину помощь на общую сумму более 1 миллиарда евро. За последние месяцы Украина получила от Литвы бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары. Также Литва планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию, обучение военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и ремонт военной техники. Колоссальная помощь. Спасибо всем литовцам, всем жителям республики за эту помощь. Помню сборы прекрасные на Байрактары, на те БПЛА, которые в первые месяцы этой войны делали невозможное по уничтожению российских оккупантов. Но вот есть интересное также заявление. Помощь Европейского Союза Украине недостаточно. Это слова министра иностранных дел Литвы Габриэл Иссо-Ландсбергис назвал комическим сейчас то, что КНДР помогает России больше, чем Евросоюз Украине. Цитата. Украина рискует оказаться втянутой в мирные переговоры с Россией невольно, поскольку союзники не снабжают ее достаточно оружием и боеприпасами, необходимым для победы войны. Это не было бы выбором Украины. Та Украина, которую мы знаем и Украина, которой мы будем помогать до тех пор, пока мы дышим, никогда бы не выбрала переговоры с террористами. Но реальность может оказаться именно такой, заявил министр. Как бы вы прокомментировали это заявление? Услышат ли его те, кто не решается политически и морально на предоставлении Украине определенных типов вооружения? Мы будем понимать эти вопросы до того времени, пока услышат. Тем более, что тут не только комически звучит, но и трагически в том числе, если одна шестая мировой экономики, Евросоюз, скажем, США, это большая сила, они не могут переорганизовать военную промышленность. Это, конечно же, понимаются какие-то вопросы. И то, что было обещано, миллион, скажем, этих снарядов 155-миллиметровых, наверное, поспешили с этими обещаниями. Практически это трудно было воплотить, но никто не отказывается от того, чтобы все-таки не будут продолжаться эти контракты. И как-то за увлечение частного капитала и так далее. Но все это теряется во времени, конечно же. И то, что говорится, да, действительно, вот это недостаток помощи. Никто напрямую, скажем, в прямых, скажем, таких заявлениях не говорит о том, что Украина должна искать какие-то другие пути выхода из ситуации. Там сесть за стол переговоров и так далее. Напрямую никто не говорит, слава богу. Я надеюсь, что не будет говорить. Но косвенно, когда недостаточная помощь, то как раз страна ставится в такую ситуацию, что она должна думать, что делать в этой ситуации. Так что мы действительно еще раз можем повторить, что мы останемся с Украиной все время до победы, сколько-то. Но нужно будет, конечно же. И будем убеждать своих коллег, что все-таки замедление вот этих принятий решений, этих жизненно важных решений, это не только какая-то, скажем, ну как бы помощь такая со стороны Украины, но и компенсация того брака, который был в политике Запада много лет. То, что не делалось, то, что не понималось, не воспринималось реально, те шаги, которые делала Россира, как раз и привела в эту ситуацию, которую сейчас весь мир видит, что это проблемы уже напрямую, связанные с Западом, в том числе, не только с Украиной, скажем, как с государством. Так что тут это не является каким-то, скажем, данью, скажем, вот, как бы помощи такой Украине со стороны, как бы, ну, как бы, как бы, отделяет себя, скажем, какие-то деньги. Это все-таки компенсация того, что не делалось в западных странах много-много лет. Линас, ну и об угрозах для Европейского Союза давайте поговорим. Есть заявление также Министерства иностранных дел Литвы о том, что Литва должна значительно сейчас усилить военное сотрудничество с Польшей. Министр иностранных дел Литвы Габриэл Исландсберг здесь говорит о том, что необходимо сейчас учитывать худший сценарий развития событий. Польша и Литва совместно отвечают за Сувалгский коридор, который теоретически может стать сухопутным коридором из Беларуси в Калининградскую область. И по словам министра иностранных дел в рамках построения новой стратегии безопасности Литва должна также укреплять региональное партнерство со странами Северной Европы и Балтии и учиться у Украины каждый день. В Литве прекрасно, скорее всего, понимают аппетиты имперской России. Ну, они только понимают, но это принимаются и меры, конечно же. Тем более, что, скажем, в контексте НАТО, если мы говорим об обучениях, скажем, и каких-то маневров и так далее, то этот сегмент страны Балтии и Польши является единым таким сегментом. Сейчас после изменений по отношению, скажем, вступления в НАТО с Финляндией, мы надеемся, в скором будущем и Швеции, открываются больше широкие горизонты. Так что, что касается регионального сотрудничества у нас со странами северными, это складывается много лет. Из формата, который назывался 5 плюс 3, 5 северных стран и 3 балтийские, сейчас уже он как-то воплотился в формат уже восьмерки, как бы интеграция происходит, не только кооперация, скажем, и сотрудничество, и не только в экономике, но и в сфере безопасности, в военном сотрудничестве, но сейчас в контексте НАТО еще открываются перспективы. Так что, добавляя к этому сегменту страны Балтии и Польша, конечно же, это используется, я думаю, на 100%, еще добавляется другое крыло, скажем, со стороны северной стороны. Так что, тут Литва как раз является в середине, географически говоря, вот этих всех регионов, и это наше преимущество. Так что, это, конечно же, будет использоваться, и об этом и ведется речь. Это не только должны быть какие-то призывы, но конкретно реальные средства на оборону. Мы и сами принимаем решения, и других как раз пощаем к тому, чтобы все-таки не только направлять там 2,5% общего продукта на оборону, но и направлять точечно в те сегменты, где недостает нам способностей, скажем, в контексте НАТО. Это тоже очень важно. Не только национально на это смотреть, но смотреть в контексте коллективной безопасности, коллективных действий. Так что, как раз в это время, вот сейчас это как раз и происходит. Инесс, буквально сейчас эксперты чаще и чаще и настойчивее говорят о том, что если Россия удастся захватить территорию Украины, то всего буквально через 6-10 лет она может пойти войной уже на страны НАТО. На прошлой неделе были данные немецких аналитиков, которые просчитывали эту формулу. Они говорили о том же, что странам НАТО необходимо порядка 10 лет также для того, чтобы подготовиться к подобному сценарию развития. Говорилось о том, что сейчас формируется ось Россия-Иран-Северная Корея, которая поддерживает условно нейтральный Китай. И поэтому мир замер на пороге вот этой Третьей мировой войны. Скажите, вы как вообще относитесь ко всем этим заявлениям, которые звучат в том числе и от немецких аналитиков, которые делают свои просчеты на основе своих разведданных? Ну, это, я бы сказал, радует, что это имеет место среди немецких аналитиков особенно, тем более, что было такое спокойствие долгое время, не выделялось достаточно средств на оборону и на Бундесвер, если говорить об армии Германии. Сейчас ситуация в корне изменилась и внутренне, и внешне. И что касается угрозы России. Так что если есть понимание, что Россия может вернуться к этим амбициозным, скажем, уровням, значит, надо нам делать выводы перед этим, а не после того, как будет слишком поздно. Так что надо к противнику относиться серьезно, если коротко говоря, и тут думать, что кто-то вот использует эту паузу для того, чтобы успокоиться, было бы неправильным. Эти амбиции никуда не денутся. Может, приходится надеяться, что они не будут такие, скажем, без, ну как бы тут сказать, нереалистические. Может быть, этот урок изучит и Россия, поскольку то, что делалось до этого, это разрушение не только Украины, но и разрушение России, Российской Федерации, экономики, военного сегмента, престижа и так далее, и так далее. Так что тут все, что делается, делалось в ущерб самой России. Если это не будет понято, то, конечно же, это тоже продукт, этот фактор тоже надо иметь в виду. Не только то, что через 6 лет они там восстановятся, опять пойдут на какое-то безумство, но все-таки, наверное, должны изучить и уроки из того безумства, которое они выполнили сейчас, вот до этого момента. Да. Лина, спасибо вам большое за этот разговор. Еще раз спасибо всему народу Литовской Республики за помощь, которая предоставляется нашей стране в борьбе со страной-агрессором Российской Федерации. Напомню нашим зрителям, Лина Слинкевичу, экс-министра иностранных дел Литвы и бывший министр обороны Литовской Республики, был в эфире Фридема. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридем, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова